Привет! Добро пожаловать в мою жизнь. Это какая-то болезнь экономная, экономия. Не знаю, просто, блин, это все равно хрень. Ну, мусорку, как бы. Зато взял себе пельмени и мясо. Мясо гречку, курицу гречку. Курица дорогая, 168 рублей. И сладкого кончика. Не совсем праздничный. Причем, как бы, все ништяк, все супер. Получил премию, хорошо заработал. Но, блин, позволить себе тратить что-то не могу. Вот на технику мог, но, блин, я говорю, это 20 тысяч в никуда. Типа 18 тысяч в никуда там в будущее, пока это оправдается с аудиторией. Там оправдается, не оправдается. И я такой, думаю, блин, а не хрень это? Если у меня все равно в кабинете, если я могу играть, могу делать контент, зачем я буду тратить. Я забил, блин, это самое мусорное. Мусорное сделать. Я забил дело, как бы, из этого, я считаю, 400 рублей могу в каждый месяц получать. шикарно, чем просто профукать. Ладно, ребят, что хочу сказать. С наступающим Новым Годом. Сейчас я буду выбирать. Это кайф. Жизнь потрясающая. Сегодня так посидели еще на работе. Даже не верится, честно. Я, кстати, с точки зрения рациональности подошел к этому вопросу по кубкам против. Да, есть возможность, но, блин, а надо. И вот спросить себя там через три года. Нужно или через год? Нужно или через три месяца? Нужно. Понимаешь, что вообще это не нужно, ни одной из. Установочка. Блин, кайфово. Короче, начал рейтинг. Хорошо, что я ничего не взяла, но, на самом деле, это логично. Потому что это самый минималистичный, кайфовый. Этот. Кайфовое оборудование. Надо нам так, надо прокачиваться в игре. Скоро вот сюда повешу этот пантограф. Я уже заказал с чаевых. И светильничек. Светильничек вот куда-то сюда. Сюда или вот сюда. Прикольно будет. А так, чем минималистичнее, тем лучше. Заставляться новым монитором. Конечно, круто. Ну, потом еще успеем. Потом можно взять лишние будут, либо с рекламы, продажа рекламы, может. А так, ну, нахрен. Кайфовый комплект. Ну, это имба комплект. Особенно сейчас мышка придет. Как бы про запас есть что. И так. Не стыдно, типа. Больно, что немножко пожадничал сегодня. Блин, была возможность. Ну, видите, не стала брать. Не стала брать. И теперь только все живу. Ладно. Ребята говорят, а че ты не играешь с подписчиками, там, типа. Блин. И я, хазая, может, мне реально играть на подписки. Типа человек подписался просто в тот же ВКонтакте, либо Дискорд. И я сниму карточку. Типа за это. Че-то такое замутить. Без денег, без скинов и прочего. Попробовать. В первое января я выспался, наверное, в какой-то веке за полгода. Проснулся в 3. Ну, лег, правда, тоже в 3. Но спал 12 часов. Ну, так. Че игрался пока. Как бы обсуждал. Сейчас начал очень хорошо редактировать. Пошли подписчики ВКонтакте. Вот готовы. Чуть. Вчера приготовил себе пельмени и ВКонтик купил. На самом деле. Сегодня надо потренироваться, сходить. Ну, часов 9-10 я пойду на турник. Как бы так. Ну, вот. Ой, чих. Чили. Ну, что потихонечку играем в катке. Чуть передвинулся монитор и стало немного камера поинтереснее, более вот такая направленная. Ну, и фон с таким качеством вебки. Кажется, как будто вот эта вот вся подсветка. А синяя. Хотя она не синяя, вообще она ближе к такому, к светлому, к лиминесцентному свету. Ну, прикольно. Если что, можете зайти и посмотреть. Я тут подвензил, оказывается. Эта штука закручивается. Я закрутил, а теперь звук стал лучше. Вот как-то так. Кайф. Ничего не надо. Монитор там. Новый. Пойду на турник. Вот он. Ебовый подарок. Турник. Блин, офигенно, что я не купила монитор. В этапе жизни, видите, я живу скромно. Достаточно с его многому отказываю. Ну, потому что мне в основном не нужно ничего. Зуба занимаюсь на турнире. Блин, настроение хорошее. Высыпался, блин, за полгода. Впервые, потому что полгода работал без выходных. Ну, на работе все круто, здорово. Завтра уже идти на работу. Кстати, быстро пролетел этот день. Но было круто. К сожалению, я не пошел на Патрики, на Маяковку. Но думаю, потом сходим. Еще в ходу не схожу. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему я так говорю, что круто, что я не купила эту тему, этот, как вот, не закинул на ВИБАКСе 3.800? Во-первых, онлайна не было особо такого, типа, внушительно. Но все равно, благодаря тому, что я говорю подписчикам, ну, типа, подпишись ВКонтакте, я поиграю. Мы играли вместе, и это не стоило мне денег, ничего. Они подписывались ВКонтакте. ВКонтакте уже 32 человека в группе. То есть, ну, нужно набрать 1300, чтобы монетизировать эту группу. Вот мне бы хотелось все-таки набрать там 1300 человек. К чему я, собственно, веду? Важно просто скиллы, наверное, не париться. То есть, это все второстепенные вещи. Люди любят, когда у них примерно так же, как у тебя. То есть, они видят, что это обычный человек, что ты, как бы, такой же, то есть, ближе к подписчикам, к аудитории. С одной стороны, да. Можно, с другой стороны, делать все на показ, там, кислиться каким-то чем-то, да, и вызывать к себе либо зависть лютую, либо даже агрессию, как это, в частности, бывает. Ну, чем проще ты будешь, тем лучше, и люди воспринимать будут. Вот. Да это вообще, на самом деле, это фирменный стиль, когда человек просто относится к жизни, не понтуется, а у него очень многое за плечами, как и опыт, так и, допустим, в плане обеспеченности. Вот это, вот это действительно круто. А когда кичатся на показ, там, все это выделывают, в основном это такие бедные, необразованные, невоспитанные люди, 99%. Это, в лучшем случае, снобы, лучшим, худшим, это, в основном, гопники, которые просто, ну, в удачное время, как-то, за очередной попойкой в ресторане, что-то, что-то зашло, так сказать, и жизнь у них изменилась, оттуда появились какие-то деньги. Вот так, мозгов там вряд ли прибавилось. Ну, к чему я, собственно, это веду? Потому что, блин, вот эта докупация, оборудование, вот это все улучшать, это противоречит условиям моей жизни, так сказать, минимализму и съемной квартирке, комнатке, так как, тем более, мы втроем живем. Ну, то есть, и экономии тоже противоречит. Хух, холодно. Так что я очень рад, что я не взял. Потом, в свое время, у меня даже тяга к этому пропала, я сейчас переставил камеру, и получилась картинка вообще крутая. То есть, все, что нужно было, я купил. Вот микрофон не зря, а это было уже напускное, выдуманное. Сейчас играть начало, блин, намного лучше. Давайте заниматься спортом, собственно. И, естественно, на Новый год я этот не пил, хотя мне там три или четыре раза предлагали и дома, и на работе, как бы, и чуть-чуть шампанского. Я просто не пью, мне это не надо. А то, если пить начнешь там, и курить захочется. Короче, это полный отстой, не хочу, мне не нравится. Я вот с сентября, с 4 сентября не курю, не пью. И безумно этому рад, счастлив. Он занимаюсь спортом через день. А можно вечно смотреть фитнес-блогеров и прочее. А в деле курить и пить, и думать, что у тебя что-то там вырастет. Надо для здоровья заниматься, поэтому я вот нашел дзен. Думал, сегодня я пропущу. Потом думаю, да, блин, что, и в луга, получается, никакого, да, не запишу. Да, я хоть позанимаюсь. Вот теперь позанимаюсь сейчас нормально. Все, офигенно позанимался. Мог, конечно, забить, но благо этого не сделал. Позанимался не только ленькие, 5 подходов на брусье. По 7 или 8 раз. По-моему, 7 я сделал. 7 подтягиваний и 5 подходов по 12 на брусье. Нормально. Чувствую себя прям очень хорошо. А по поводу того, что вот там, типа, уже сверхэкономия. На самом деле, это я все так подшучиваю, ультрирую. Нет ничего в этом такого. Просто ты понимаешь, что деньги тяжелые достаются. И в плане того, что... Ну, что мне эту шипоткадку? Я взялся в печенье, да, там какой-то. Плюс у меня дома эта атмосфера, тричь, вот эта вся история. Так что, как бы, нужды каких-то, каких еще, крайне нет. То есть, это никак эмоционально не поднимет какой-то... То есть, это не сильно важно. Это просто надуманность, потому что, в основном, вон на Новый год, это мандарины и шоколадка. Так, сказать, что это принципиально, да нет, это все бред. Я, как бы, все это прекрасно поняла. Сейчас, кстати, я зайду на газ, посмотрю, что это все. Взять, в общем, шоколадку, потом такой, смотрите, что-то она дорогая. Взял контик. В местном парке даже, ну, как в местном парке, возле меня. Даже елка вот красивая. Вот что, значит, Москва всего. А это что-то либо кинотеатр, либо еще какая-то лежуха. Приятнее, чем какой-то вот этот вайп компа, твича, атмосферы. Мне это намного доставляет удовольствие, чем какие-то попойки, либо какие-то непонятные траты. Моя техника, мой вайп, я как будто чувствую себя человеком. Не знаю, кого-то жизнь намного лучше, чем она есть. И поэтому как-то без некоторых вещей можно, допустим, обойтись. Ты там садишься, начинаешь играть. Заходят люди там, ну, начинать и болтать. И как бы все, в принципе, круто. И челово-то, клампово. А вот это мне нравится. Почему-то я вспоминала детство. Ну, у меня так на Новый год часто это бывает. И когда жил в комнатке тоже. Интересно. Вот момент, когда я не работала. Вот это был ковид. И я там чисто только стримил. Прикольно тоже бывает. Интересный был. Видите? Все упирается в человек. Пространство, короче. Прикольные хаты. Там прикольные хаты. Вот там, дальше, где я жил. Собственно, интересно был вайп. Достаточно. Прикольные. Ну, уже, видите, росла эта история. Прикольно. На улице, кстати, вообще никого. Вот вы видите. Абсолютно. Если честно, хочется на Китай-город. Туда, в ту сторону. Либо на Моросейку, либо на Маяковку пройтись. Вот как я в том году ходил, когда в Новогиреево жили. И пешком прям пройтись. Потрясающе. Блин, обожаю Москву. Безумно она мне нравится. Ничего. Круто вот сделать такое, знаете, над собой движ и понять дзен. Я взял пряников и взял еще печенье, рыбки. Прикольно. 71 рубль потратил. Не знаю, что вчера меня спасло от траты в 20 тысяч просто. Плюс она и не придет, это еще. Но я, скорее всего, другой монитор возьму, все-таки, вести 40 герц. Не знаю, буду еще думать. Пока рано. Пока даже не хочу думать. Вообще вычеркнуть надо это из головы на ближайшую грею. Полгода, может. Скорее всего, появятся какие-то крутые. Надо это вычеркнуть. Потому что у меня самый потрясающий комплект, по которому я буду в Монтенштейн. И он недорого стоит. И он удобный. И его не жалко. Вот так, ребята. Всем хорошего настроения. И удачи. Прокачиваюсь. Какой вайп, да, приятно. Обалденно. Ставьте лайк, подписывайтесь. Облайн держится. В принципе, нормально, интересно. Я-то все понял. Вот, извините, что ничего не надо. И сразу все по слову. Ребята, доброй ночи. Потихонечку уложусь спать. Уже выключил комп. Все. Закинул ролики. Посмотрел свои старые ролики. Знаете, когда я ходил по Москве. Тоже прикольный вайп. Сейчас потихонечку уложусь. Вот вам и первое января, собственно. Потихонечку уложусь спать. Всем доброй ночи. Посмотрел свои влоги. Кстати, достаточно прикольно и интересно. Мне понравилось. На память. Так вообще имбал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok